здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас во второй части обзора русского интернет-магазина для jumla в этом видео я покажу вам как я устанавливаю данный магазин на jumla и рассмотрим некоторые базовые настройки конечно же в рамках данного обзора я не буду рассказывать об абсолютно о всех нюансах тонкостях и настройках всего магазина потому что там очень много материала и это уже получается целый видеокурс сейчас же я хочу вас просто ознакомить с данным магазином и показать почему он хорош почему он мне нравится и почему его стоит использовать чтобы вы не продавали через интернет и так сейчас я нахожусь в тестовом сайте админки jumla я перехожу расширение менеджер расширений а если вы сейчас смотрите это видео и абсолютно еще не знакомы с джумлой то у меня на моем канале ю тубе найдите уроки там у меня есть целый курс по азам джумлы то есть по настройке по установке и по самым важным ключевым моментом с компьютера я выбираю компонент джума касса просто перетягиваю сюда и загрузить и установить установка компонента у меня успешно завершена и мы сразу можем видеть админскую часть нашего магазина как она выглядит изначально на данный момент сейчас у нас 30 января 2016 года и доступна стабильная версия магазина 3 4 1 3 также чтобы ознакомиться вообще со всеми плагинами модулями на что вообще может данный компонент магазина просто пройдя по адресу официального сайта разработчиков вот здесь вот далее вы кликайте вот сюда вот на стрелочку и здесь вы можете увидеть в правой вот этой колонке целый список всевозможных файлов модули плагинов соответственно каждому плагину модуль здесь есть описание и вы уже будете более четко понимать возможности данного компонента что он может в рамках данного обзора мы будем с вами смотреть плагины платежей вот если мы сюда перейдем и мы рассмотрим самый такой на мой взгляд интересный плагин это вот интеркасса подключение шлюза да то есть это прием платежей через ваш магазин то есть если у вас что-то покупают этот сервис будет подключаться и этот сервис выдает самые популярные способы оплаты также ниже вы можете просто посмотреть ознакомиться на данный момент что предоставляет данный магазин какие плагины то есть можно вообще все подключить к данному магазину есть отдельный paypal отдельный приватбанк робокасса вебмани яндекс деньги и так по главной странице быстрые ссылки здесь мы можем сразу перейти в нужных нам раздел продукт это создание продуктов категории создание категорий создать производителя создать формы посмотреть заказы файлы контент атрибуты здесь информация приветственное сообщение от компонента здесь будут отображаться ваши заказы здесь топ просмотров здесь информация статистика да то есть версия вашего магазина производителей сколько создана категория у нас все по нулям потому что мы только что установили компонент и ничего здесь нет ну и здесь новости от разработчиков также внизу есть быстрые ссылки форум поддержки клиентов сайт разработчиков и так далее далее смотрите магазин можно перейти вот по этим панелям то есть вот эти кнопки это не все возможности если кликнуть сюда можем видеть дополнительные возможности доставка валюта также можно перейти компоненты джумал касса наводим мышь и здесь предоставлены все пункты также есть кнопка настройки и вот здесь есть еще гаечный такой ключик есть мы кликаем мы можем в быстрой ссылке вывести еще какие-то важные пункты которые вам например нужно часто используйте чтобы быстро к ним перейти вывести их сюда вот в плитке да например мы можем вывести он я все выведу чтобы они у нас все были на виду просто ставим галочки и сохранить и закрыть и у нас вводится уже здесь все ну и сразу же давайте начнем с настройки товара да то есть мы выведем сразу на сайт один или два товара и у нас все тут принципе идет по аналогии когда мы в джуме создаем статьи сначала мы создаем для них категории то же самое здесь мы кликаем вот на вторую иконку категории у нас здесь ничего нет и кликаем на кнопку создать и создаем первую нашу категорию для примера я буду использовать сотовые телефоны то есть например мой магазин продает сотовый телефон и первая категория у меня будет смартфон здесь все как в обычной категории есть описание то есть редактор здесь можно что-то вписать да другие какие-то параметры то здесь я уже подробно не останавливаюсь потому что здесь все по аналогии как в джумле сохранить закрыть одна категория у нас создана и создадим еще одну одну категорию зовем ее просто телефоны сохранить и закрыть все у нас категории созданы и давайте теперь создадим товар кликаем сюда магазин и продукты также у нас нет ни одного продукта кликаем создать например я хочу опубликовать товар смартфон да то есть название я вставляю вот такое смартфон apple модель такая-то и так далее то есть смотрите все поля помечены вот звездочка да они обязательно для заполнения сразу мы видим здесь с вами ниже стоимость продукта указываем стоимость сколько стоит телефон данная модель стоит 67 тысяч рублей 491 тайтл продукта вот смотрите если вы например что-то здесь не понимаете вы просто наводите на этот элемент до всплывающие подсказки мы можем наблюдать для чего он нужен то есть здесь это нам как бы информация нужна для села ни в коем случае не оставляйте поле пустым здесь можно просто взять название телефона и вставить заголовок описание здесь можно вставить описание для данного телефона соответственно в редакторе вы уже можете здесь заголовок например сделать жирным и как-то настроить описание вашего продукта правой части состояние по умолчанию опубликовано категорию выбираем смартфоны то здесь наши созданные две категории которые мы с вами только что создали состояние опубликовано и у нас здесь еще имеется ряд вкладок переходим детали здесь произвольно можно указать код продукта например я напишу 001 ну если у вас есть действительно какой-то код продукта то лучше выписать здесь следующее производитель в списке мы не можем выбрать ничего потому что здесь нужно создать производителя то есть также в настройках магазина он легко создается у вас там будет например ряд производителей здесь в списке они будут доступны мы это поле пока пропускаем файлы продукта это если вы продаете какой-то цифровой товар подсказки написано выберите файл файлы продукта случае успешной оплаты покупатель будет видеть ссылку на скачивание продукта также это поле пропускаем следующее поле форма заказа также форму мы еще не создали прежде чем здесь и выбрать нужно создать форму изображение обложка то есть это основное изображение давайте выберем изображение для нашего продукта то есть у вас должно быть подготовленное изображение на компьютере вашего продукта и вот эти все изображения желательно например на фотошопе подогнать под один размер то есть например у вас есть 50 товаров и у них есть 50 основных изображений если они у вас разного размера и желательно сделать постараться сделать одного размера так у меня изображение готова она у меня на компьютере я клику на кнопку выбрать и выбираю изображение с компьютера выбрать файл так я выбираю изображение открыть и загрузить выбираю вставить изображение выбранным дальше описание платежа можно вставить вот такое позже будет понятно где она будет отображаться связанные продукты также пока это поле пропускаем это уже более глубокая настройка из заголовка по уже понятно что это такое до наличие то есть если товар в наличии если поставим нет то в продукте будет отображаться надпись нет товаров наличии такое часто можно встретить в интернет магазинах оставляем да также есть акция если мы кликнем то у нас всплывает здесь опция где мы можем написать описание акции оставим пока нет скидка из если кликаем да то всплывающем окне мы можем нажать на кнопку выбрать и выбрать для наших групп пользователей то есть кому видно будет скидку то есть смотрите например для обычных пользователей то есть это паблик да то есть кто просто там зашел на сайт для них скидка будет не видно а например для зарегистрированных пользователей или для каких-то отдельных групп или же для всех можно сделать вы здесь можете прописать скидку то есть только эти пользователи будут видеть скидку также можно об этом написать где-нибудь заголовки например те кто зарегистрируется для них там 5 процентов скидка да ну конечно же для телефонов это не подойдет информация но это например в каком-то случае подойдет чтобы например побудить человека зарегистрироваться на сайте так это оставляем поле пока лимит количество продуктов то есть если у вас ограниченное количество продуктов здесь вы можете указать и по умолчанию стоит 1 для отмены вот здесь написано лимита оставьте единицу но это больше всего подходит для продажи цифровых товаров так давайте на этом видео сделаем паузу и продолжим в следующем видео